Квадраты чисел У них есть три числа, записываемых одним словом. Так, три числа записаны одним словом. Это кто у нас записан одним словом? Видимо, один, четыре и квадрат числа. Смотрите, кто у нас записывается одним словом? Вот в десятичной системе, в нашей русской, что записывается одним словом? Какие квадраты? Один, четыре, девять. От одного до десяти. Один, четыре, девять, сто. Ну, сто еще шестнадцать, в принципе, тоже. Ну, шестнадцать, оно хотя бы как-то делится. Там узнается слово шесть до какой-то степени. А таких вот неделимых у нас будет четыре штуки. Один от одного до десяти. Видите, тут квадрат от одного до десяти. И в русском языке я рассматриваю тот же диапазон. В десятичной системе у нас четыре таких штуки. Здесь всего три. Значит, основание системы уменьше десятка. Логично. Да. А при чем тут испанский? В Новой Гвинеи, да, испанский? Я знаю строение числа. Да. Вашего и десяти. Да, скажите. Смотрите, есть слово и-ге-ге. Так. Оно разделяет число на десятки и единицу. Оно как-то разделяет число. Там есть шага. Десятки справа. Ну, и тут как-то недесятичная система. Тут система недесятичная. Ну, давайте я буду условно называть словом десяток то, что у них здесь вместо десяти. Ну, или как? Ну, хотите, могу назвать его там, не знаю, мешком. Вот. Вот у нас в одном мешке десять этих самых, а у них в одном мешке меньше. Да, как вы думаете, кто из них квадрат... Кто из них единица и четверка, а кто из них квадрат мешка? Ну, это, видимо, квадрат мешка, а панги... Какие слова у нас умеют занимать от квадрат мешка, потому что оно встречается еще кое-кде. Вот, да. Значит, боно. Вот я бы сказала, что боно это квадрат мешка. Да, боно, потому что панги встречаются в двух частях. Да, потому что панги встречаются на конце. Как и эда. И эда встречается на конце. Значит, боно это квадрат основания, получается, что? Ну, да, типа сотни. Гай, наверное, плюс. Вот гай, наверное, это что-то вроде плюса, похоже, что. Ну, тогда что такое и ге-ге? Ладно, сейчас будем смотреть. Я саму эту задачу сто лет не решала, я не помню, что здесь что. Что у нас еще умеет встречаться в той же позиции, что эда и панги? Лима. Лима, Сангаул, Луа и Геа Лима. Нет, смотрите. Смотрите, какая вещь. У нас бывает Сангаул или Санга Лима, да? Значит, потом какое-то число, где бывает панги, и бывает много всего еще. Потом и ге-геа. Потом обычно Лима. После и ге-геа всегда Лима. Нет, не всегда. Есть еще и ге-ге. Ге-ге. Да, бывает. И ге-ге. Здесь бывает Лима. Здесь бывает Панги. Еще здесь толп. Еще здесь бывает толп. Так, и после этого... И в гуа. Правда, гуа на таком месте, перед и ге-ге. Вот место это существенно. Да. Потому что мы сейчас по месту будем, ну, это самое. А тут, конечно, есть Лима-Гапенге. Лима-Гапанге. Это, конечно, 16. Лима, может быть, это какой-то самый, ну, аналог десятка. Да, Лима, это бешок, видимо. Да. Вот сколько он у них там есть, но вот... Это либо 16 или 9, наверное. Нет, я не знаю. Смотрите, какая вещь. Если и ге-геа Панги или и ге-геа Толь, то на этом число кончается. А где и ге-геа Толь, я не вижу. Толпы. И ге-геа. И ге-геа. А, есть, задание 2. Да, вот задание... Это такая маленькая подсказка бывает иногда. Поэтому, если вы хотите прочитать задачу до конца, то читайте задание 1, задание 2, а также нередко и примечание. Оно иногда тоже подсказывает. Например, в задачах, где важны характеристики звуков, можно прочитать примечание, что вот эта страшная кракозябра, это звонкий звук парный кх, например. Ага, звонкий звук парный кх. Ну-ка поищем, что тут у нас умеют звонкие парни. Потому что, если бы это было совсем не надо, то сказали бы просто особый звук кх, языка и все. Так что задание, это тоже подсказка, их тоже имеет смысл читать. И примечание, это тоже бывает подсказка, их тоже имеет смысл читать. То есть, не обязательно, что если вам скажут, что это звонкий звук парный кх, это не обязательно релевантно. Но, если вам про это не сказали, значит, это не релевантно и точно. Значит, если лима, то у лима бывает еще га-что-нибудь. Га-что бывает. Да, ничего. Газ, лима, по себе на конце все-таки не стоит, правда? Бывает без га-что. Да, может быть, и мы на этом все закончились, а может быть, и лима га-что-нибудь. Вот, Га-что? Да, может быть, и лим… Может быть, и лим… Э дэ. Может быть, и лим. Гоа. Может быть, гуа. Так, а тут у нас кроме ганге, что еще бывает? Гуа. Тут у нас еще бывает груа. И что еще бывает? Ничего, просто ладно. Ну, пока да, ничего другого нет. Да ладно. Кто? Кто еще? Кто еще? Посмотрите, предпоследнее условие, там еще кто есть. А после сангаума может быть сангаум? Да-да-да, после сангаума бывает сангаум. Вот. Смотрите. Что мы заметили чисто по структуре? Вот лима-га-панги, лима-га-эда, лима-га-руа. На что это похоже? Минус. 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 Скорее, это вот что-то вроде 11-12, такие. Да, это что-то вроде 11-12. То есть это мешок плюс... Ну да, какое-то маленькое число. Плюс какое-то небольшое число. Итак, мы знаем, по крайней мере, одно равенство на этом языке. Мы знаем, что лима квадратца равно 2. А еще по идее... Потому что лима – это мешок. Это основание системы. И поэтому стати санга лима – сангаума. То есть, когда они будут больше, то опять вот здесь выглядит вот эта лима. А буна – это квадрат основания системы числений. А зачем будет тогда сангаума? Сейчас доберемся. Я пока только не знаю. Смотрите, у нас есть вот эта структура лима-га-панги, лима-га-эда, лима-га-руа. И это похоже действительно на что-то вроде там 16-17. Мы не знаем, сколько это пока. А как вы думаете, сколько? Вот сколько у нас слов, которые претендуют на то, чтобы быть мелкими числами? Эда – раз. Панги. Панги – два. Лима-га-панги. Лима-га-панги – это уже следующее. Ну, лима, в принципе, тоже. А лима – это основание. А меньше лима. Вдоль. 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 Да, смотрите. У нас еще руа. И у нас еще тонь. Да, которая встречается в тех же позициях. Ну, только в собственность. Да. Сколько у нас чисел меньше чем лима? Статья – три. Ну. Итого мы делаем предположение, что лима это сколько? Пять. Нет, везде абсолютно пять, скорее всего. Смотрите, у нас есть эго, роа, тон и панги, которые меньше, чем лима. Значит, лима это сколько? Пять. Давайте проверим эту гипотезу. Может, нам повезет. Значит, панги это четыре. Если она опровергнется, то тогда будем проверять какую-нибудь следующую гипотезу. Значит, тогда мы предполагаем, что эго это единица. Да, значит, роа пока не знаем, коль пока не знаем. Панги это четыре. Соответственно, что такое лима гапанги? Девять. Девять квадратных. Почему эда единица? А? Почему эда единица? Эда и панги, кто-то из них единица, кто-то четвертый. Потому что они квадратные. А, ну да. Лима гапанги это квадрат, а 5 плюс 1 это не квадрат. То есть, если мы предполагаем, что лима это 5, то тогда панги получается четвертый. Потому что иначе лима гапанги это 6, а 6 это не квадрат. А так это девятка, это квадрат. Повезло. Похоже, наша идея оправдывается. Значит, лима. Бу-буна, соответственно, 25. Да, ну бу-буна, соответственно, 25, но это нам не так интересно. Сангауль роа и ге-геа лима. Что-то. А бу-буна, может быть, вообще, даже не лима в квадрате, а бон, где-то вообще какая-то суть. Ну, сейчас посмотрим. Значит, у нас вот еще непонятно, что такое сангауль или сангаульма. Какие у нас еще числа будут? 16. Значит, у нас будет 16. 36. Давайте сразу на пятерки разложим. 16. 5 на 3 плюс 1. 3 пятерки плюс 1. Дальше. 36. 5 на 7 плюс 1. Ну, 25. А, ну у нас уже это бун-бун. Это 5 на 5. Может быть, это бун-бун, действительно. 36. Это происходит. 7 на 5 плюс 1. 7 на 5 не бывает. 5 на 5 плюс 1. 5 на 5 плюс 5 на 2 плюс 1. Так. Дальше. Какие это плюсы? 49. 49. 5 на 5 плюс 5 на 4. 5 на 5 плюс 5 на 4. Плюс 4. Плюс 4. Так. Дальше. 64. Это 5 на 5 на 2. Это 5 на 5 на 2. Так. Плюс 5 на 2. Плюс 4. Так. 81. 5 на 5. На 2. Да. На 2. Плюс 5 на 4 плюс 1. Так. Ну и 100. Это 5 на 5 на 4. Ну да. В общем, сейчас посмотрим. Итак, у нас 3 раза повторяется единица. 3 раза единица. И 3 раза эдэ. Логично? Да. И 2 раза панге. Четверка. Значит, четверка. 2 панге. И 2 раза повторяется. Что-то единица. Ну да. Значит, все правильно. В таком случае сангалулы, это скорее всего 5 на 5. Все-таки. А подождите-ка. У нас где-то должно быть еще это. У нас где-то, у нас где-то, у нас где-то имеется 9 лима гаутон и где-то у нас имеется 6. А сколько у нас вообще раз двое ток повторяется? Сангалулы, ток повторяется 2 раза. Это что-то значит. И у нас еще бывает сангалима Сангалул. Сангалул всегда. Сангалул в 6 случаях. И здесь у нас 5 на 5 в 6 случаях. От 25 до 100. Ну почему тогда он изменяется на Буно? Ну, на самом деле, что такое Буно, мы пока не знаем. Может быть, это уровень, это действительно сон, которая совсем по-особному. Тоже вариант. Вот смотрите, у нас бывает сангалул, толь и геккиа. В общем, у нас бывает сангалул, толь и дальше 6. А бывает сангалима Сангалул и толь и дальше всего 1. Лима Га Эда еще 2 раза повторяется. Да, Лима Га Эда 2 раза повторяется, это 6. Лима Га Панги это 9. Да, Лима Га Панги это 9. Пожалуйста, прощай, а нельзя так, что вот Тол плюс Панги это Руа? Ну, заканчивается по последним цифрам. Это я бы сказала Лима Га Руа. А давайте условим. А, кстати, да. Когда вы складываете Тол и Панги, у вас... Когда мы в задании 2 будем складывать Тол и Панги, у нас получится Лима Га Руа. Да. В общем, Тол плюс 4 равно 5 плюс игрок. Но при этом два варианта, 2 и 3 надо проверить вместо x, y или 3 и 2. Ну да, один из них тройка, другой двойка. Их это 3, и их это 2. Ну, в общем, да. Получается, Тол это 3, а... Получается, Тол это тройка, а Ру это 3. Да, Жек. Ну, действительно, если было бы наоборот, было бы странно. Потому что 2 плюс 4 не равно 5 плюс 3. А вы, вот, допустим, помещаете, только один раз помещается в основной. Да, значит, что-то мы сделали не так. Ладно, думаем дальше. Значит, у нас есть какой-то явно не особо большой... Значит, смотрите, у нас есть... Сангауль Толь, то есть 3. Сангауль Толь и Гегия Лима Га Эда. Лима Га Эда, это 6. У нас есть Сангауль Панге. Панге это 4. И Гегия Лима Га Панге это 9. Мне кажется, или это на что-то похоже? А Сангауль и Гегия это как умножение? Как бы десятки и единицы. Да, как бы десятки и единицы. То есть, может быть, Сангауль это десяток. Значит, десятков 2, да еще 5. Десятков 3, да еще 6. Десятков 4, да еще 9. Так, хорошо. А тогда что такое у нас будет, когда у нас будет, значит, Сангауль Банге, без всякого здесь чего-то, а прямо сразу Гегия и дальше 6. 16. Кажется, наша идея оправдывается. Такие десятичные. Да, такие отчасти десятичные, но не совсем. Потому что девятка это 5 плюс 4. И шестерка это 5 плюс 1. Но, значит, Сангауль это таки десяток. Хорошо, значит... Тогда понятно, что такое бунад. Бунад в санке 100. Да, значит, бунад в санке 100. Значит, Сангауль это 10. А бунад, скорее всего, сотни. Так. Что такое сангалима тогда? Давайте. Сейчас, давайте смотреть. Что такое сангалима? Значит, вот эти мы брали, да? Эти у нас уже есть. Вон они. У нас остались 64 и 81. Они устроены одинаково. Они устроены сангалима. Сангауль. И здесь тоже сангалима, сангауль. Значит, одно из них – эдэ, значит, единица, и гегия 4. А другое из них – это 3, и гегия единица. И тогда что такое сангалима, сангауль? Сангалима. Да, это 10, а сангалима – это 10. Ну, то есть первое – это получается 10. 10, здесь 10. А, и здесь получается умножить на единицу, и здесь умножить на тройку. Так? Ну, да. Ну, там 10 умножить на тройку. Да, вот 10 умножать на тройку. Да. Ну, вот, и сангалима, получается 64 и 81. Да, и получается 64 и 81. Ура! Победа. Значит, соответственно, если у нас будет сангауль, панги и гегия, толь, то это сколько будет? Сангауль, панги – это 43. Да. А сангауль и гегия, панги – это 14. Это 14. И 43 плюс 14. 47. 47. Получилось? Сангауль – это 50. Лима – горуа – это 7. Да? Вот, получилось. Ну, и, соответственно, 60 – это вот это вот. Да, 62. Вместо 4 поставим 2, вместо 4 поставим 2. Вместо панги поставим 2 и получим то, что надо. 88. Вместо единицы поставим что? Вот сюда. Лима. Лима готов. Га-то. Да, и получим 80. Да, и получим 80 плюс. Вот. Вот такие бывают системы счисления. Системы счисления бывают самые забавные. Я видела систему счисления, у которой в качестве основания вышло 27. Поэтому, если вам встретится система с числительными, ну, все равно первая проверка, что это какая-нибудь пятеричная и какая-нибудь двадцатиричная, но может оказаться, что шестиричная, 12 и 15, шестидесячная. Ну, как видите, вполне, как бы, оно суббирает. Я, когда решаю задать счислительные, первое, что стараюсь установить, это сколько штук в том, что у них вместо десятка. Обычно помогаю. Не обязываю, но обычно помогаю. По крайней мере, первую гипотезу сформулирую.